Привет! Два с половиной года назад на моём канале уже был полный гайд по запуску и настройке собственного сервера. Показанную в нём сборку через один только Яндекс диск скачало больше 15 тысяч человек, а это значит что интерес к этой теме весьма велик. То видео до сих пор актуально и способ показанный в нём работает без изменений. Однако технологии шагают вперёд и на смену старым способом приходят новые, более удобные и быстрые. В этом видео я покажу новый облегчённый способ в пару кликов создать и настроить свой собственный сервер, с которым справится каждый, а также дополнить свой предыдущий видос новыми полезными командами и прочими мелочами. Прошлый ролик также останется на канале для тех, кто боится устанавливать неизвестные файлы от непроверенного источника в лице меня. Ведь инструкция из предыдущего гайда вполне может обойтись без скачивания архива с сервером. Та же часть зрителей, которая мне доверяет или, по крайней мере, может самостоятельно проверить скачиваемые файлы на вредоносность, выкручиваем внимание на полную, греем чайник и погнали! Локальный сервер позволит нам пользоваться всеми прелестями админки для внутриигровых тестов, исследования локации, поиска игровых багов, записи видеоматериала, экспериментов в строительстве и многого другого. Локальный сервер просто необходим всем тем любознательным игрокам, которые любят находить в играх что-то спрятанное, придумывать что-то новое и проверять старое. Однако не стоит забывать, что Rust требовательная игра и запуск сервера может потреблять ресурсы компьютера еще сильнее. Так что учти, что если твой ПК еле справляется с клиентом игры, то запустив сервер, ты просто не сможешь комфортно на нем играть. Решить эту проблему можно двумя путями. Первый из них – запустить сервер на стороннем компьютере, будь то учебный ноутбук или компьютер сестры. Второй же вариант – снизить настройки графики клиента и надеяться, что все будет работать. Так или иначе, даже если у тебя слабый ПК, попытка не пытка. Ты можешь попробовать последовать инструкциям из этого видео и точно ничего не потеряешь в случае неудачи. Установка сервера начинается со скачивания волшебного бат файла. Написал его GFAR. Англоязычный ютубер, к чьим видео я довольно часто обращаюсь. Внутри этого файла вбито все то, что два с половиной года назад я показывал вам в своем ролике. Только если раньше все это нужно было делать вручную, то теперь, хвала GFAR, все автоматизировано до безобразия. Скачать файл можно по нескольким ссылкам. Первые три – это один и тот же файл, залитый мной, просто он на разных файлообменниках, чтобы избежать их перегрузки. Также я оставлю еще две ссылки на изначальный архив GFAR, это его ссылки. Правда, там файлов немного побольше и все инструкции на английском языке. Скачав архив, мы получаем всего два файла. Один из них – это переведенная мной инструкция на случай, если что-то из ролика вдруг не будет понятно. Ну а второй – это тот самый батник. Вынимаем файлы из архива и кладем в то место, где будет храниться весь наш сервер. Учтите, что файлы сервера могут весить несколько гигабайт, обычно около пяти. Поэтому выбирайте диск с достаточным объемом. А также очень рекомендую устанавливать сервер на SSD. В ином случае запуск сервера каждый раз будет отнимать у тебя драгоценные минуты. Когда папка выбрана, просто запускаем батник и ждем. Файл сам скачивает с сайт разработчиков стима консоль, накидывает на нее файлы сервера Rasta, а также создает для нас удобные батники для запуска и управления сервером. По сути, это буквально все то, что в предыдущем видео мы делали руками, без необходимости вставлять в батники пути, путаться в слэшах и т.д. Само собой, все это мероприятие длится не одну минуту, так что наберись терпения. Процесс установки сервера почти не загружает комп, поэтому параллельно можешь во что-нибудь покатать. Что еще за что-нибудь, спросишь ты? А я вот тебе и отвечу. Warface, знаешь такой? Конечно же знаешь, это же легенда бесплатных штанов, в которую все олды хоть раз докатали. Так вот пока у нас там подогревается сервачок, предлагаю потешить олдскулы и обомлеть с того, сколько всего можно сделать с игрой всего за пару-тройку лет. Разрабы Warface и карты в новую графику перерисовывают, и пушки новые добавляют, и режимы, и карты новые, и все тебе это игрушечки да смешочки. А вот турнир с призовым фондом на 17 мультов от VK Play, как тебе такое? Кроме соло матчей, также пройдут игры профессиональных команд. Принимай участие сам или смотри игры уже сегодня. И еще, прямо сейчас стартует осенний сезон Новая Сила, в котором полностью переработали систему модификаций. Теперь качать оружие стало еще легче. И конечно же, все это совершенно бесплатно. Как для новых, так и для бывалых игроков, Warface подготовил кучу наград, а получить их можно, перейдя по моей ссылке в описании. Там тебя ждет крутой набор с метовым снаряжением. Так чего же ты ждешь? Скорее качай Warface. Спустя несколько минут скачивания установок, мы получаем две папки. Папку с сервером и папку с консолью стима. Папку с консолью открывать мы не будем, а вот в папку с сервером придется зайти. Здесь есть файл под названием Launch Server. И он, как ты думаешь, да, запускает сервер. Ждем пока не появится время работы сервера, после чего можем запускать игру. Открываем консоль, пишем туда connect и вуаля, мы на сервере. На этом гайд можно было бы и закончить. Сервер установили? Установили. Запускается? Запускается. Зайти можно? Можно. Но мы же ребята прошаренные и на достигнутом останавливаться не будем. Теперь нам предстоит разобраться с тем, как сделать себя администратором, как выдавать себе предметы, летать, отключать гниение или смену дня и ночи, устанавливать плагины и ставить кастомные карты. Давай обо всем по порядку и начнем мы с внутренних настроек сервера. Настраивать сервер мы будем через тот самый файл, через который мы его запускаем. Кликаем правой кнопкой мыши по батнику и жмем изменить. В отличии от файла из предыдущего моего видео, здесь у нас гора всякого текста, но она нам не сильно помешает. Нам лишь нужно разобраться, что из всей этой игры нам нужно, а что нет. В первую очередь строка сервер левел. Здесь в кавычках мы можем указать тип карты сервера. Это может быть процедурка, барен, хеппис или даже сава сайлент. Давай я к примеру напишу здесь барен. Строчкой ниже можно указать лимит по игрокам на сервере. Так как я в гости никого не жду, лимит у меня будет в одного игрока. World size это размер карты нашего сервера. Чем больше карта, тем больше оперативной памяти будет поедать игра и сервер. Дольше все это дело будет грузиться, ну и само собой больше рт вмещать. Если у тебя нет цели посмотреть на все рт в игре, то тебе будет достаточно карты размером в 3000 единиц. Сид карты можно пока что прописать от балды, потом мы к нему вернемся. Остальные строчки нас пока не интересуют, поэтому можем сохранить файл и запустить сервер. Как ты видишь, ограничение по игрокам заработало, ровно как и новые данные карты. Отлично, теперь давай разберемся, что же мы можем сделать с консолью, которая открывается при включении сервера. Как ты понимаешь, именно через нее мы будем управлять самим сервером. Причем, с недавнего времени даже управление погодой больше не доступно админам через внутриигровую консоль, так что дружить с серверной консолькой придется. В первую очередь нам нужно будет прописать себе админку. Для этого нам нужен будет стимид 64, найти который можно в гугле. Сервис стимид.io в помощь. Теперь в строку пишем команду ownerid. Вставляем наш айди и можем себя как-нибудь назвать, но это не обязательно. Название после айди нужно будет только для управления администраторами, так что если ты планируешь играть один, можешь вообще не париться. Отлично, права админа у нас есть, правда, чтобы они заработали, нужно будет перезайти на сервер. Убрать с себя админку можно командой removeOwner по тому же принципу. Теперь давай попутно разберемся, какие еще команды могут нам пригодиться для управления сервером через консоль. Я лично наиболее часто пользуюсь командами погоды. Когда пытаешься отснять что-нибудь красивое, туман зачастую портит картинку, делая все очень серым. Отключить его можно вот этой командой. Такая же ситуация и с дождем, его тоже можно отключить. Управлять временем можно командой yenftime. После нее нужно лишь числом указать время суток в 24 часовом формате. Чтобы время на сервере замерло, воспользуйся командой yenftime0. Помимо отключения хода времени, можно отключить стабильность, server.stability0, гниение, decay.scale0, а также сделать так, чтобы NPC не агрились на игроков, i.ignoreplayers1. Все это казалось бы такие мелочи, ну гниет, дома гниет, ресурсов пропиши да в шкаф кинь. Ночь наступила, пропиши yenftime12 и живи кайфуй. Однако спустя уже месяц использования сервера начинаешь понимать, сколько сил экономит выключение того же гниения или смены дня и ночи. Так что не бойся использовать эти команды. Полный список серверных команд есть под этим видео, вдруг пригодится. Чтобы сохранить все настройки сервера, в том числе и свою новенькую админку, пропиши команду write.kfg. Причем заметь, что конфига у тебя теперь 2, и если не уточнить в консоли какой именно конфиг нужно сохранять, то сохранится тот, в чью консоль ты это пишешь. Именно поэтому, написав write.kfg сначала в консоль f1, а потом в консоль сервера, ты фактически сделаешь две абсолютно разные записи в двух разных конфигах. Чтобы сохранить изменения на карте, в том числе все постройки, положение инвентарей игроков и так далее, нужно вписать в консоль команду save. Выключить сервер можно просто на крестик, тогда последние действия на карте не сохранятся. Это может быть полезно, если ты, например, случайно что-нибудь сломал или умер там, где не хотел умирать. Ну а чтобы выключить сервер, предварительно все сохранив, воспользуйся командой quit. Ну или просто впиши в консоль save и жми на крестик. Важное отличие сегодняшнего способа настройки сервера от предыдущего в том, что автоматизированный сервер сам будет искать обновления перед запуском. То есть его не придется обновлять вручную отдельным файлом. Учти, что каждый раз, когда выходит глобальная обнова, сервер вайпается вместе со всеми постройками и предметами. Настройки сервера при этом, конечно, сохраняются. С серверными командами разобрались, теперь быстро пробежимся по клиентским. Открыв консоль с админкой, мы увидим довольно много разных менюшек, часть из которых очень даже полезная. Разработчики постепенно допиливают их функционал и теперь отсюда уже даже можно управлять спаунрейтом животных на сервере и прочей типушнёй. Впрочем, чтобы с этим разобраться, хватит метода научного тыка, так что тут по древу растекаться не буду. Единственное, что скажу, может найдется какой-нибудь такой же баран, как и я. В админ панели, там где выдаются ресурсы, есть поиск. Я вот его, например, в упор не видел на протяжении нескольких лет, а потом как увидел, так сразу жизнь новыми красками заиграла. Особенно это прикольно, когда тебе нужно найти среди всех предметов какую-нибудь ссаную паутину и ты даже знать не знаешь, как она выглядит. Помимо того, что мы обсуждали, в клиентской консоли нам могут пригодиться следующие команды. Год. Бессмертие. Принцип очень прост, если ты не планируешь в ближайшее время умышленно сдохнуть, пропиши себе годмод и будь уверен, что случайно не шлепнешься со скалы и не помрешь с голодухи после семичасовой сессии строительства вуткокерки. Heard-100. Это восстановление здоровья. Вообще, команда была задумана под обратный эффект, что видно из названия, но отрицательное значение позволяет хилиться. GIF. Позволяет выдавать себе всякой грязи. Это гораздо удобнее, чем админ панель, потому что там разрабы не смогли добавить ввод количества предметов при выдаче. Единственная проблема, нужно будет запомнить, как в консоли называются те или иные предметы. Например, чтобы выдать себе мвк, я пишу metal.rea. И поверь, я тоже долго не мог понять, почему в игре предмет называется high quality metal. Наиболее частые предметы, которые приходится себе выдавать, у тебя на экране. Законспектировал? Ну тогда погнали дальше по командам, осталось чуть-чуть. Noclip. Это админский полет. Дебаг камера. Тоже админский полет, но не персонажа, а только камеры. Есть еще camspeed и camlerp. Это управление той самой дебаг камерой. С этими параметрами лучше поиграться. Dove. Включает глубину резкости. То же самое можно сделать и из обычных настроек. Dove appear. Определяет, как много объектов будут в фокусе. Dove focus dist. Определяет, как далеко будут объекты в фокусе. Dove blur. Определяет размер размытия. Есть и еще пару полезных команд по глубине резкости, но это уже сам потыкай, если будет интересно. Teleport. Телепортировать одного игрока к другому. Teleport to marker. Имба для больших карт. Телепортирует игрока туда, где стоит его метка. Hisayam. Полностью восстанавливает здоровье, броню, а также дает 250 тысяч баксов. В принципе, этих команд должно хватить поначалу, но если вдруг чего, вся информация гуглится в англоязычных источниках без проблем. Теперь мы с тобой уже опытные растеры и пора разобраться с тем, как накатить на сервер плагины и кастомную карту. С плагинами все довольно легко и делается в два движения. Первым движением нужно будет поставить Oxide. Это типа как менеджер плагинов, без которого работать ничего не будет. Переходим по ссылочке в описании, качаем архив и перетаскиваем его содержимое в папку сервера с заменой. Но только если такая будет предложена, может и не попросить. Теперь запускаем сервер, чтобы Oxide обзавелся собственной папочкой. Ну и на том же сайте, где мы его скачали, ищем необходимые нам плагины. Чтобы установить скачанный с сайта плагин, просто перетаскиваем его в папку Plugins внутри папки Oxide. Тут я, к сожалению, никакой мудрой инфы по плагинам от себя не поделюсь, потому что принципиально ими не пользуюсь. Я всегда придерживался точки зрения, что если ты, к примеру, показываешь людям как построить дом, то ты должен сам по честноку его построить, без всяких автоулучшений, копирований и дублирований. Но никого ни к чему не призываю, пользуюсь любыми плагинами на здоровье. Чтобы новоустановленный плагин заработал, можно перезапустить сервер, а можно приписать в консоль вот эту команду. Чтобы управлять настройками плагина, если таковые конечно имеются, открой папку Config в папке Oxide. Там у каждого плагина будет свой файл с конфигом. Перед тем, как затронуть последний пунктик этого гайда, поделюсь большой новостью. Мы полгода трудились над разработкой новой версии настольной игры по расту, и сегодня, наконец-то, появилась возможность оформить её предзаказ. В игре теперь есть новый персонаж, клановый режим, новые механики и доработанный баланс. А ещё, как видишь, мы обновили коробочку и создали отдельную википедию по игре. Теперь, если во время игры у тебя появился какой-то вопрос, просто отсканируй QR-код на интересующей тебя карте, и там ты найдёшь подробную информацию про неё в удобном виде. Чтобы много твоего времени не занимать, предложу два варианта, что с этой информацией можно сделать. Если ты уже покупал нашу игру и хочешь обновиться, то для тебя мы подготовили отдельный предзаказ по сниженной вдвое цене. Заказать игру можно до 7 октября включительно на нашем сайте. Если игры у тебя ещё нет, но ты хочешь узнать про неё подробнее, то можешь мельком глянуть видео правила нашей игры, которые мы сегодня также выкладываем в общий доступ. Основной предзаказ будет длиться 2 недели, ну и конечно, всё это время на игру будет действовать приличная скидка. Вернёмся к серверу. Осталось нам всего ничего, разобраться, как установить кастомную карту на сервер. Помнишь, я обещал, что мы вернёмся к сиду карты? Так вот, воспользовавшись сайтом playrust.io, мы можем сгенерировать и посмотреть вообще любую карту, с необходимым нам набором рт и размерами. Также здесь можно посмотреть, какая карта стоит на других серверах и соответственно поставить себе такую же. Но если внутреннего генератора карт Rust тебе мало, и ты решил поставить на свой сервер кастомную карту, то ищи её по всему интернету и скачивай скорее. Среди скачанных файлов будет инструкция к карте, в которой могут быть указаны плагины, необходимые для её работы. Ну и сам файл карты конечно, оканчивающийся на .map. Этот файл нам нужно залить в интернет, чтобы любой игрок, подключающийся к серверу, мог его скачать. Раньше для этого юзали дискорд сервера, но мне кажется, что куда проще воспользоваться дропбоксом. К слову, именно им пользуется и автор сегодняшнего волшебного батника. Закидываем файл карты на дропбокс и копируем ссылку на него. Теперь открываем файл запуска сервера и продолжаем волшебство. Строчки, определяющие размер и сид карты мы либо удаляем, либо отключаем, ставив перед ними двойное двоеточие. Теперь вставляем в кавычки ссылку на нашу карту и не забываем поменять нолик в конце на единицу. Отлично, теперь запускаем сервер и наслаждаемся новой картой. Как и в прошлый раз, информацию про открытие портов и приглашение на сервер тиммейтов я не даю. В интернете и так полно материалов об этом и, как мне кажется, объединять их все в один ролик абсолютно бессмысленно, потому что у каждого из вас свой роутер, свои компы и все это делается у всех по-разному. Если действительно хотите с этим разобраться, все также гугл в помощь. Ну что, если все получилось, обязательно напиши об этом в комментариях, а если нет, поделись свои проблемы с другими, чтобы тебе смогли помочь. Поверь, это куда удобнее и эффективнее, чем писать мне в личку, потому что я не смогу помочь всем. Ну а я на этом удаляюсь. Ставь свой сервак, следи за новостями по настолке, хренач варфейс и до следующих видео.